Я еще не видел лисичек, чтобы они вот так вот выросли. Видите, одна ножка, и он какой-то такой весь фигуристый. Он до сих пор здесь так и валяется. Ну и вот такой вот обалденный, красивый озерцок. И решил сделать вход прямо в стене. Привет, друзья! Меня зовут Николай. И сегодня мы с вами прогуляемся за грибочками. Посмотрим, все-таки были сильные ливни в Крыму. Я в Симферопольском районе, я уже зашел здесь в лесок. Уже вижу, что лес мокрый. Возможно, даже будут грибы. Какие? Все мы посмотрим в течение видео. Конечно же, не забывайте подписываться и ставить колокольчик. Друзья, теперь перейдем к прогулочке. Ну что, друзья, иду, иду я такой. И вот она, первая находочка. Вот так вот выглядит. Но я их брать не хочу, потому что я не беру то, что мне не нравится. Давайте-ка дальше прогуляемся по леску, посмотрим, что нам еще попадется. Хотя, друзья, уже и отошел сезон лисичек, но их еще можно повстречать в лесу. Смотрите, какая хорошая, крупненькая. О, вот это пойдет. Что мне нравится в лесичках, они почти никогда не бывают червивые. Так, ну что, первый гриб есть. Разведка проходить начала вроде бы успешно. Но больше такого толкового ничего не попадается. Друзья, иду дальше. Такое здесь еще что-то мне попалось. Сейчас мы с вами не посмотрим. А это у нас, наверное, тоже лисичка. Сейчас мы срежем. Точно. Вы посмотрите, хорошая, чистенькая. Так, уже две штуки есть в ведре. Лес, кстати, очень сырой. Но грибов почему-то нет. Может быть, рановато. Надо, чтобы немного подсох. А может быть, их и не будет в этот раз. Но ничего. Все будем разведывать, смотреть. И вы все будете знать. Так, друзья, конечно же, не очень густо. Но так не годится. Ладно, я вам покажу еще. По лесу попадаются. Цветные грибочки. Это сыроежки. По крайней мере, красные в этом лесу точно попадаются. Но, конечно же, ливни были сильнейшие. А где грибы? Еще мыщим не найдем. Но еще только утро мне попались какие-то грибочки. Вот, смотрите, они такие тверденькие. Сейчас там есть один покрупней. Мы его срежем и посмотрим, что это за грибочек. Кстати, они, видимо, только начали лезть. Смотрите, вот маленькие. А вот большой мы сейчас, естественно, посмотрим. Он, естественно, червивый. А что это такое, я, конечно же, не знаю. Но они по лесу попадаются. И довольно-таки в хорошем количестве. Ну, если что, я прогуливаюсь в Пионерском. И в лес я пошел от озера. Как оно выглядит. Вот вам небольшой кадрик. А вот еще один красавчик. Многие, кстати, их называют подберезовики. Но на самом деле у нас в Крыму он называется гробовик. Можете загуглить и посмотреть, как он выглядит. Потому что здесь явно берез нету. В таком шикарном лесу. Ребятки, посмотрите только. Кизил уже почти спелый. Ну, по крайней мере, здесь в лесу попадаются вот такие вот кустики. Смотрите, какая красота. Еще такой крупненький, неплохой кизил. Ну, не весь этот такой у меня куст просто здесь попался. Так-то он весь, зеленый, везде висит. Вот видите, здесь прям почти поспел. Вон еще там дальше. Вот еще. Ну, а рядом, естественно, зеленые стоят. И, кстати, почему не рекомендуется ходить в лес во время ветра или во время дождя? Потому что могут падать вот такие вот огромные деревья. Несмотря на то, что оно даже сырое, видите, еще листики свежие, они могут упасть. Так что, когда погода плохая, лучше посидеть дома. А в хорошую погоду уже, естественно, выйти на прогулочку по лесу и поискать какие-нибудь грибочки, ягоды, кого что интересует. Пока прогуливался, я немного промазал по балкам, по кустам, по террасам, по буграм. И я вышел на реку Уртаджа. Ну, заодно тогда посмотрим, здесь есть грибы или нет. Кстати, а вон, кстати, что-то я вижу. Кстати, здесь ниже по руслу этой реки есть небольшое озеро, на которое мы с вами, значит, и зайдем. Посмотрим, как оно сейчас выглядит. Ну, оно, конечно же, раньше было в чистых руках, сейчас оно немного заброшено. Но все равно оно очень довольно-таки приятно. Я его как-то зимой снимал, и все, у меня не получалось до него дойти. А это у нас грусть, ребятки. Красота. Хорош с собой, забираем, потому что, видимо, здесь они нам хотят начать попадаться. А если они здесь начнут попадаться, значит, здесь мы и наберем. Ха, на той стороне я вижу на сильном склоне несколько груздей. Но это вообще не вариант за ними лезть, потому что сыро, скользко, этого делать не нужно. Ладно, прогуляемся, значит, по пути сейчас обратно, чтобы выйти. Здесь такая дорога, и вдоль дороги будет это озеро, на которое мы с вами и зайдем. И еще вижу один грусть. Опа-на. А вот он, красавчик, спрятался. Прямо на дороге спрятался. Я хожу его еще среди веток, среди кустиков, а он спрятался прямо на дороге от меня. Кстати, сюда возможности заехать нет, потому что здесь этот лес закрытый весь шлагбаумами. Хотя в том году еще сюда получалось заехать. А сейчас это дороги, ну, получается, строго для лесников, чтобы лес вывозить. А вот, друзья, у нас красавцы оленей рожки. Вот такая вот красота. Так, ребята, сейчас спустимся немного к реке. Я вам покажу, какие бревна понамывалось здесь после дождей. Вот такая, вроде бы, речушка, которая может даже пересохнуть. Во время дождей в горах вот такие вот реки шуруют. Вы только посмотрите, как намывает здоровые бревна, несло здесь. Вот почему не надо во время дождя в лесу гулять. Здесь еще нашел пару красавчиков. Ну, пускай растут для красоты. Во мху такие грибочки повырастали, обалденные. И вот этот сыроежечка тоже. Ну, так понемногу что-то у нас попадается по пути. Так, ребята, как вы видите, я всегда грузди отдельно от грибочков вложу. И вот она, находочка. Хоп, она. Лисичка. Пакетик. А вон еще целая грядка. Но это же еще не все, друзья. Там дальше еще есть. Ух ты, какая она интересная. И это один гриб такой. Да, таких я еще не видел лисичек, чтобы они вот так вот выросли. Видите, одна ножка, и он какой-то такой весь фигуристый. Так, сейчас я вам дальше еще покажу есть. Так, так, так. Где вы тут спрятались? А вот еще лисички спрятались. Так что можно смело сказать, что вдоль этой реки попадаются грибочки нам. Так, здесь надо повнимательнее походить, поискать. Может быть, еще что-нибудь попадется. Так, вот мы уже и пришли к самому озеру. Как вы видите, здесь есть домик такой. Заброшенный, разбитый. Кто-то очень хотел посмотреть, что же там внутри. И решил сделать вход прямо в стене. Так, ну а само озеро, друзья, раньше давным-давно было ухоженное место. На этом озере было несколько островков. Видите, мостик. Но сюда люди до сих пор приезжают шашлыки жарить. Это мы можем с вами прекрасно понять. По брошенному здесь мусору. Возможно, кто-то думает, что здесь есть дворники, которые будут за ними убирать. Но нет. Он до сих пор здесь так и валяется. Ну и вот такое вот обалденное, красивое озерцо. Кстати, раньше, давным-давно, на этом озере, когда мы были, нужно сказать, маленькими, мы приходили сюда ловить карасей. Ну вот так вот вдоль берега, я смотрю, никаких мальков не видно, чтобы плавало. Возможно, здесь даже рыбы нет. Так, друзья, это, если что, дорога. И, как вы видите, по ней сколько мело всяких бревен. Какая была здесь сильная бушующая река. Ну а сейчас мы зайдем еще на один островок, который есть на этом озере. Вот еще один островок. Здесь, конечно, уже все немного позарастало. Ну, вообще, озеро в обалденном месте. Недалеко от трассы, конечно. Водичка чистенькая. С горной реки идет сюда. Ну что, друзья, на этом и будем заканчивать наше видео. Я думаю, что это у нас уже будет конечная остановка вот этого озера. Потому что дальше уже идут дома, идет дорога и уже выход из леса. Ну, друзья, если вам видео понравилось, не забывайте писать комментарии, ставить лайки и, конечно же, подписываться на мой канал, нажимая колокольчик. Друзья, всем добра и мира, здоровья и до новых встреч в новых видео. Всем пока!